Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и председатель Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов поздравили полицейских с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие проходило в здании Министерства внутренних дел Республики. Особо отличившихся сотрудников наградили почетными орденами. Подробнее в следующем сюжете. В переполненном конференц-зале выступающие поздравили личный состав ветеранов органов внутренних дел Дагестана с профессиональным праздником. Министр внутренних дел Республики Абдурашид Магомедов привел статистику героев, погибших при исполнении служебного долга. 1972 сотрудников Дагестанской полиции, милиции и полиции за исполнение служебного долга награждены орденами и медалями нашей страны. Только в этом году высоких наград удостоены 16 сотрудников органов внутренних дел Республики Дагестан. Почетные гости говорили о самоотверженности и подвигах дагестанцев в 90-е годы. Это праздник тех, кто днем и ночью стоит на страже порядка и защищает мирных граждан, иногда ценой собственной жизни. Дагестанцы в 1999 году первыми дали отпор террористической агрессии, встали на защиту родной земли и всей страны. Враги Родины нагло и самонадеянно полагали, что в многонациональном Дагестане смогут найти себе опору, смогут разобщить людей. Но враги жестоко просчитались. Пример дагестанских ополченцев вдохновил многих и многих, придал уверенности в победе. Борис Грязлов также отметил, что в борьбе с терроризмом, коррупцией и любыми видами преступности сотрудники органов внутренних дел должны получать всю необходимую поддержку государства и общества. Не сомневаюсь, что такая поддержка будет обеспечена здесь, в Дагестане, где исполняющим обязанности главы республики назначен специалист высочайшего уровня, мой товарищ и коллега Владимир Абдуалевич Васильев. Я работал вместе с Владимиром Абдуалевичем и в должности министра внутренних дел, и в должности председателя Государственной Думы. Уверен, что его деятельность в республике поможет обеспечить дальнейшее повышение эффективности. Мы будем добиваться, чтобы террористы и особенно главари террористов уничтожались там, вдали, на дальних подступах и не смогли прийти на землю Дагестана и других республик, краев, областей Российской Федерации. Чтобы враги России не смогли отравить молодежь своей пропагандой. В Рео главы Дагестана Владимир Васильев в начале своего выступления подчеркнул, что ветераны всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине. За это время многое произошло в нашей стране. Духовность, веротерпимость. Все это стало нормой. Это очень важно. Дагестан в этом плане, и Борислав сейчас уже говорил, делает, и его убежден еще будет делать многое очень важное и полезное. Не только для региональной республики, но и для всей России, и если хотите, мир. Потому что Дагестан демонстрирует удивительную возможность. И во многом благодаря вам. Важно, что мы сегодня имеем в 2,8 раза меньше, чем по России, уровень преступности на 100 тысяч населения. Представляете, вот я сам задумал, думаю, чего это стоит. Много. Большое вам за это спасибо. Вам, пожалуйста. Владимир Васильев, обращаясь к сотрудникам МВД, отметил, что в Дагестан привлечены дополнительные деньги из федерального бюджета. И получена поддержка от президента и других министерств. Он заявил, что каждый полученный рубль должен быть максимально использован в интересах людей. Кому-то хочется, я сейчас получаю эти письма, и не только от коллег, которые представляют КПРФ. Давайте сейчас всех всю юридику зачистим и назначим новых упрощенных представлений о реальности. Меняются условия, меняются люди. Поэтому я рассчитываю на то, что наше министерство будет занимать большую роль играть в процессах таких, как сокращение киневого оборота, противодействие, коррупции, хищение. Мы будем вам помогать. После выступлений наиболее отличившихся сотрудников полиции наградили медалями за отвагу, оружием и благодарственными грамотами. Сегодня великий праздник для нашего ведомства. И я хотел бы, чтобы они на тяжелое время работали в системе МВД, и чтобы они как уходили из дома, так и возвращались домой. И всех поздравить с нашим праздником их. Чтобы они всегда живые, здоровые, возвращались домой, и были бодрые, и всегда был у них дух мужества. И отваги, как наших друзей, которые сегодня они вместе с нами. Еще раз поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел, членов их семей, ветеранов и всех, кто имеет отношение к органам внутренних дел с этим прекрасным праздником. Прообраз современной полиции появился еще 300 лет назад, когда Петр I создал службу охраны общественного порядка. Главную задачу новой структуры император сформулировал очень коротко. Честь служения Отечеству. Эта фраза до сих пор остается девизом российских полицейских.